В эфире телеканала Десна ТВ. Новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как стать наблюдателем на выборах? В Десногорске прошел обучающий семинар. Сегодня мы вас будем учить, как правильно реагировать на нештатные ситуации. Если любишь, береги. Социальная акция летнего оздоровительного лагеря. В нашем лагере Дом детского творчества еще много будет таких акций, потому что мы за здоровье детей. Десногорский автомобилист сыграл с командой из Смоленска. В физинституте команда хорошая, они тренируются на протяжении многих лет, они играют в первой лиге уже. 26 и 27 мая в Центре культуры и молодежной политики проходила двухдневная обучающая программа, направленная на подготовку компетентных наблюдателей на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. В настоящее время активно развивается процесс открытого наблюдения, когда на избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели, выбранные из числа обычных жителей. Общественная палата России вместе с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» организуют обучение для будущих наблюдателей. Ведь на них лежит важная задача – следить за соблюдением прав граждан. Когда на участках присутствуют общественные наблюдатели, главная цель которых – либо предотвратить нарушения, либо их выявить и устранить. В том числе нарушения, которые осуществляют и члены участковых комиссий, и избиратели, ну и разные деструктивные элементы. Сегодня мы вас будем учить, как правильно реагировать на внештатные ситуации, расскажем вам о ваших правах и обязанностях. Слушателями семинара стали работники культурного и образовательного сектора, Смоленской атомной станции и других общественных организаций. За два дня они познакомились с процессом избирательного дня, узнали о возможных нарушениях в ходе организации и проведения голосования. Организаторы даже смоделировали проблемные ситуации, которые погрузили будущих наблюдателей в нюансы избирательного процесса. Я же могу снять также и персональные данные избирателей, это будет еще одно нарушение, которое я выложу. Никогда не молчите, останавливайте, останавливайте и призывайте председателя комиссии обратить внимание на ваши замечания. Никогда не молчите. Ваша роль не молчалилого наблюдателя, а активного участника процесса. Ключевая задача наблюдателя – обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса, убедиться в честных выборах, а также увеличить доверие к процессу голосования. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Когда ребенок садится в автомобиль, он и не думает, что с ним может что-то произойти. Ведь рядом с ним взрослые. Ответственность за его жизнь и здоровье полностью ложится на плечи водителя. И только беспрекословное соблюдение правил безопасности поможет водителю избежать катастрофы. 3 июня воспитанники детского оздоровительного лагеря «Созвездие» и сотрудники ГИБДД организовали совместную акцию «Автокресло детям». Воспитанники одного из отрядов вышли на улицу города, чтобы провести с водителями транспортных средств профилактическую беседу. Они напомнили, как важно соблюдать нормы безопасности, когда в салоне автомобиля находятся дети. Если у вас в машине сидит ребенок меньше 11 лет, то вы обязаны посадить его либо в детское кресло, либо пристегнуть его ремнем безопасности. Если любишь – береги. Из-за халатного и пренебрежительного отношения водителей к правилам безопасности и к жизни собственных детей, статистика ДТП с участием малышей остается высокой. По этой причине, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за перевозку детей без удерживающих устройств составляет 3000 рублей. Но и это не всегда останавливает водителей. Особенно в период летних каникул данные правонарушения очень часто нарушают водителей транспортных средств, то есть перевозят детей без специальных детских удерживающих устройств. Это ведет к тому, что при дорожно-транспортном происшествии получают наиболее жесткие телесные повреждения. Подобные акции призваны не только напомнить взрослым об их водительской ответственности, но и воспитать подрастающее поколение автомобилистов с четкой гражданской позицией. Пропаганда правил дорожного движения среди детей – залог будущей культуры и безопасности на дорогах. В нашем лагере Дом детского творчества еще много будет таких акций, потому что мы за здоровье детей. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 95 сообщений о происшествиях, из них 8 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 55 административных правонарушений, в том числе 45 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. Десногорская команда «Автомобилист» продолжает свой путь в чемпионате Смоленской области по футболу. Во втором туре она сыграла с футбольным клубом «Печерск». Матч закончился в ничью 1-1. А уже в прошедшую субботу, 5 июня, наши футболисты на стадионе «Атомтранс» принимали команду «Камея» Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма. Первый тайм остался за игроками из Смоленска, а преимущество в игровых действиях вылилось в гол, который стал единственным в первой половине матча. После перерыва десногорцы заиграли острее и смогли заработать пенальти, который успешно реализовали. Смоленские футболисты были ближе к победе, однако, несмотря на преимущество и три стопроцентных момента, счет так и остался неизменным. После матча наставники обеих команд отметили сложный характер встречи, подчеркнув напряженность поединка. Физинститут – команда хорошая, они тренируются на протяжении многих лет, они играют в первой лиге уже. Молодые, хорошие, опытные ребята, бегают очень хорошо. Ну, это как бы команда тяжелая, но пока что ничья. Откровенно говоря, мы достаточно серьезно готовились к этой игре, и я старался донести до наших ребят, что матч нам предстоит очень сложный и соперник очень сложный. После трех туров команда «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующим соперником «Десногорцев» станет футбольный клуб «Торпеда» из Рославля. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 10 июня в Десногорске переменная облачность, ожидаются дождь и грозы. Днем температура воздуха плюс 19, ночью плюс 14. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!